Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот, и с вами я, Юрий Гемельфор. Честно вам скажу, когда сегодня я опубликовал свой репортаж по поводу соображений относительно ответственности Натальи Владимировны Поклонской за поджоги машин, связанные с фильмом «Матильда», я не скрою, был уверен, что на этой теме, если не надо поставить точку, то, по крайней мере, последует какая-то пауза. Аннет. Как выяснилось, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протеерей Дмитрий Смирнов прокомментировал изданию «Русский репортер» ситуацию вокруг фильма «Матильда» и, в частности, остановился на вопросе поджога двух машин возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Давайте мы более детально познакомимся с тезисами господина Смирнова. Внимание на экран. Итак, «Русский монитор» публикует, так сказать, конспект тезисов протеерея господина Смирнова. По поводу нападения на самого Алексея Учителя и поджога машин адвоката Константина Добрынина, протеерей Смирнов заявил, что хулиганские действия ему не близки, однако мотивация понятна. И вот тут, друзья, я прошу ознакомиться с некоторыми цитатами. Итак, а что? Все квиты – это делает то, что этим неприятно, а те делают то, что ему неприятно. И, по словам Смирнова, на подобные поступки людей толкает бездействие правоохранительных органов. Вот дальше замечательная цитата. И в заключении протеерей Дмитрий Смирнов уверен, что ситуация вокруг фильма «Алексей Учителя» Матильда в правовом поле неразрешима. Разумеется, мы с вами знаем, что все служители церкви выражаются туманно и витиевато. Поэтому я вот лично, как простой человек, как невоцерковленный человек, я попытаюсь изложить то, что сказал господин Смирнов, так как я это понял. Вот то, что было сказано. Итак, существует ситуация, при которой церковь отделена от государства, а само государство светское. Светские граждане не лезут в дела церкви, а церковь не вмешивается в дела невоцерковленных граждан. Однако, как я понял господина Смирнова, он с таким положением дел не согласен. И, иными словами, я понял это как ультиматум. Вы, невоцерковленные граждане, будете жить так, как мы считаем нужным. Вы будете смотреть те фильмы, которые мы считаем нужным, те спектакли, которые мы считаем нужным, и те выставки, которые мы считаем нужным. Вы будете одеваться, обуваться и кушать то, что мы считаем нужным. А если вы будете против этого возражать, мы возьмемся за оружие и прибегнем к силовым методам. Вот как я это понял. Ну что ж, я, так сказать, благодарен протеерию Дмитрию Смирнову за четкое разъяснение ситуации. Но в этой связи я позволю себе высказать два комментария. Комментарий первый. Я искренне, совершенно искренне попытался найти хотя бы одно фактическое отличие между речами протеерея Дмитрия Смирнова и словами какого-нибудь радикального исламского экстремиста, вдохновителя террориста, ИГИЛ и так далее. Я, возможно, невнимательно читал, но лично я, я говорю только за себя, я этих различий не увидел. И комментарий второй. Понимаете, в чем дело? Если мне, лично мне, начинают угрожать применением силы, то я всегда помню, что на силу найдется и другая сила. И в этой ситуации я предлагаю господину Смирнову с одной стороны вспомнить, чем закончились события 17-го года, а с другой стороны задуматься, пристало ли одному из церковных иерархов угрожать гражданскому обществу. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Ньюашвод, не забывайте ставить лайки. Если будут вопросы, присылайте. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok